книга открытым оком том 4 вопрос 1259 тема смерть можно ли ставить свечи за человека который был крещён но не жил христианской жизнью отвечает игнатий тихонович лапкин христиане апостольских времен этот вопрос не могли поставить ибо в слове божьем нет ни единого намека что должны быть в храме свечи как жертва как умилостивление бога любое дело кто-то же придумывал и был кто-то первый кто изобрел колесо потом оси спицы и люди увидели как это облегчило их жизнь шли годы и колесо совершенствовало сделалось мягким упругим более прочным для кого-то это источник для ход дохода с какой же целью возникла свеча слово светильник употребляется 102 раза и не разу смысле жертвы богу деяние 28 в горнице где мы собрались было довольно светильников это единственное место на которое ссылаются апологеты свечей вкладывая с мой свой смысл в этого предложения но назначение светильников было одно светить освещать прогонять тьму бытие 115 и да будут они светильниками на тверде небесной чтобы светить на землю и стала так к этим божественным светильником освещающим землю что может добавить человек своей свечкой и что осветить если горит яркий электрический свет в комнате в житиях известно что свечи были но назначение их очень часто было только для освещения ветхозаветные скини и были светильники подобие сегодняшних лампадок что-то подобное было и у язычников книга исход 2531 и сделая светильник из золота чистого чеканный должен быть сей светильник стебель его ветви его чашечки его яблоки его и цветы его должны выходить из него послание и риме 1 18 зажигая для них светильники и больше нежели для себя самих они ни одного из них не могут видеть светильники были в домах и кто вставал рано зажигал их ибо они были необходимы для работы у трудолюбивого человека у рачительной хозяйки свет в окне не газ далеко за полночь притчи 31 18 она чувствует что занятие и хорошо и светильник ее не гаснет и ночью во время передвижения ночью в темноте пользовались фонарями и факелами которые назывались светильниками и ванга это она 18 3 так иуда взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев приходит туда с фонарями и светильниками и оружием светильник как освещение пути для безопасности движения потребляется и в аллегорическом смысле светильником называется разум человека его сердца добрые дела евангелие от матфея 5 16 тогда светит свет ваш пред людьми чтобы они видели ваши добрые дела и и прославляли отца вашего небесного 1 петра 2 12 и провождать добродетельную жизнь между язычниками дабы они за то что злословят вас как злодеев увидя добрые дела ваши прославили бога в день посещения евангелие от матфея 25 1 тогда подобно будет царство небесное десяти девам которые взяв светильники свои вышли навстречу жениху тайновидец а он видит в откровении светильники на небе защитники необходимости свечей пытаются ссылаться и на этом место но библия запрещает перетолковывать ее смысл и сурово наказывает за это вольнодумца что означают светильники священное писание сразу же и разъясняет что это не свечи в церкви но сами церкви откровение 120 тайна семи звезд которые ты видел в деснице моей и семи золотых светильников есть сия 7 звезд суть ангелы семи церквей а 7 светильников которые ты видел суть 7 церквей притчи 13 9 свет праведных весело горит светильник же нечестивых угасает души коварные блуждают грехах а праведники сострадают и милуют притчи 20 20 кто злословит отца своего и свою мать того светильник погаснет среди глубокой тьмы притчи 20 27 светильник господень дух человека испытывающие все глубины сердца притчи в 24 20 потому что злой не имеет будущности светильник нечестивых угаснет серахова 26 22 что светильник сияющий на святом свечнике то красота лица ее в зарелом возрасте 2 петра 1 19 и при том мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете что обращаетесь к нему как светильник у сияющему в темном месте доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших евангелие от матфея 6 22 светильник для тела есть око и так если око твое будет чисто то все тело твое будет светло притчи 6 23 ибо заповедь есть светильник и наставление свет и назидательные поучения путь к жизни свечи вошли как необходимость при богослужении почему-то не поставили никаких ограничений святые отцы кроме одного что они должны быть чисто восковые и поэтому открылась широкое поле деятельности для всех для коммерсантов которые будут их изготовлять целая софринская гильдия изготовление свечей усовершенствовалась с годами и задача стояла только одна сделать дешевле и продать дороже на производстве их работают неверующие люди не имеющие никакого страха божия за счет чего можно удешевить свечу это материал и вес чистых восковых свечей не изготавливают нигде кроме как в частном порядке бабушки свечи состоят в основном из парафина циррозина и других нефтепродуктов с добавлением красителей сгорая не коптят заволакивая толстым слоем сажи и конные лики стены и исключительно отрицательно влияют на зрение катаракта присмотритесь когда падают солнечные лучи на подсвечник что подымается к верху какие миазмы сажа и непонятно что как в кузнице сколько этой копоти падает на одежду молельщиков нет ни одной чистой свечи чистая приносится чистому а нечистая нечистому таков закон бог не приемлет порченная и нечистая а делающих такое проклинает как лукавых и делателей как лицемеров и крохоборов левит 1010 чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистая от чистого и языки 44 23 они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им что нечисто и что чисто малахи 18 и когда приносите в жертву слепое не худо ли это и когда приносите хромое и больное не худо ли это поднеси это твоему князю будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя говорит господь самого разве церковное руководство не знает про это карл маркс говорил что при выгоде в 400 процентов нет такого преступления на которое не пойдет капитал даже под страхом виселицы дивиденды с продажи свечей потрясающие две тысячи процентов то есть пять виселиц в каких рясах какая мафия крутит эти деньги и просто так без крови они уже никогда не прикроет эту лавочку сидят специальные люди взвешивают на аптекарских весах чего же еще добавить дешевого и как сделать свечу тоньше и дороже как-то писали в газетах о том что изготовители растительного масла скормили покупателям в виде добавки для дешевизны 400 тонн технического масла производители колбас умели протолкнуть в желудочно-кишечный тракт своих соотечественных своих соотечественников тонны размельченной туалетной бумаги и десятки тонн пыли полученной от мраморной крошки но разве вред причиненный этими дельцами можно сравнить с теми кто нечисто выдает за святыню кто мерзость освещает крестом исайя 66 3 беззаконник же заколающий вола то же что убивающий человека приносящий агнца в жертву тоже что задушающий пса приносящие семидал то же что приносящие свиную кровь воскуряющий фимиам память то же что молящийся идолу и как они избрали собственные свои пути и душа их находит удовольствие в мерзостях их появилась свеча и все поняли какая огромная выгода от нее всем художником ибо срок жизни иконы уменьшается в десятки раз наблюдатели за свечами тоже пределе продавцы стали писать книги как правильно передавать свечи через какое плечо делают свечи пасхальные с украшениями и пудовые купеческие мне пришлось быть на свечном заводе зарубежной церкви близ нью-йорка у священника алексея макрина под храмом огромные баки со специальными охладителями для скорости изготовления центнера стеарина вы когда-нибудь и были на пасеке какой-то микроклимат как пчелка божья вошка изготавливает воск вам не проходилось читать про это это фактически пчелиный пот молодых пчел а вещество для него они собирают не с тысяч а с миллионов цветов чтобы собрать один килограмм меда пчели требуется посетить около четырех миллионов цветов об этом хорошо сказано в житии макария александрийского горение свечи означает любящее бога сердце его чистоту процветания в различных многообразных добродетелях если вы возьмете в руки чистые восковые свечи то вы никогда уже не забудете их медовый запах их благоухание правильное отношение к свечам не приходилось видеть только в ского печерском монастыре и более нигде воск у них только с пасеки чистейший даже для смазывания трубочек нельзя применять ничего кроме чистого растительного масла или нитка фитиля должна быть из природного материала далее настоятель сам определяет сколько необходимо зажечь свечей и чтобы не было никакого передвижения по храму не свечей не тех кто их будет ставить настоятель может поручить это одному из служителей не двум и не трём и стараться зажигать их до начала богослужения свеча должна догорать до конца и сама погаснуть настоящее всесожжение во всех храмах сегодня не считая армянских идет наглое неприкрытое воровство одна треть свечи еще не сгорела как ее уже гасит и ворованные агарки сбрасывают вниз на переплавку и это лучший вариант среди воров очень часто когда большой приток грешников прихожан и свечей поступает так много что их можно сжечь только в паровозной топки и складывают в корзины и заново направляют на продажу к свечному ящику иногда эта мерзость перепродается многократно все воскресая и снова отправляясь в греховный путь придумали целую систему за кого когда какую свечу можно ставить все эти вопросы возникли от полной бездуховности от язычества не возрожденных лжехристиан ни за кого не ставить и у нас у православных свеча не приближает нас к богу а только лишь символизирует напоминает о нашем стоянии перед богом что мы обращаемся к библии как светильнику что мы исполняем заповеди христа и творим добрые дела горение восковой свечи благотворно для дыхания всех больных и осматиков благотворно для зрения как колебания пламени дает умиротворение дает умиротворенное настроение и теплоту в душе как бы настраивая на молитвенное состояние в наших общинах все делается именно так как здесь описано по благословению священника чистые наши сестры готовят свечи которые еще до зажигания ароматом наполняют всю церковь да будут благословенные их руки на покупку воска средства дают все желающие в этом участвовать добровольно это вторая десятина книга тавит 1 6 я же один часто ходил в иерусалим на праздники как предписано всему израилю установлением вечным с начатками и десятинами произведения земли и начатками шерсти овец и отдавал это священникам сынам ароновым для жертвенника десятину всех произведений давал сынам ливийным служащим в иерусалиме другую десятину продавал и каждый год ходил и издерживал ее в иерусалиме а третью давал кому следовало как заповедовала мне девора мать отца моего когда я после отца моего остался сиротою противники использования свечей имеют больше доводов в пользу того что свечи в церкви вообще не нужны но они не правы когда говорят что свечей никогда не было в церкви вот история свечи в течение двух тысяч лет по житиям святых память 1 января василий пресс-фитер анастасий сказал своей жене фионе зажги свечи 2 января серафим саровский много восковых свечей приносили к нему 8 февраля феодор стратилат когда справляли память ему то были свечи и кадила 11 февраля власий в память мою возжигайте свечи и фимиа 12 февраля алексий митрополит поехал к ханше тай дуле и свеча сама зажглась у гроба петра память 12 марта феофан на острове зажег свечу и фимиа приветствуя далеко в море невидимого ему провозимого мимо на корабле патриарха никифорова никифора едущего в ссылку 14 марта венедикт юноша светил ему при ужине 3 апреля никита анфим держал в темнице свечу 2 мая борис панамарь забыл потушить свечу и сгорела церковь 11 мая мефодий зажгли белые свечи 23 июня покаяние феофила бесы шли с зажженными свечами и в светлых одеждах 3 июля и окинув 38 дней не притрагивался к пище и доложертвенной ангелы возжигали свечи в темнице 7 июля остеон увидел беса зажженной свечой 18 июля леонтий воины крестились и ходили в белых одеждах и со свечами 21 июля симеон юродивый тушил в храме свечи и бросал в женщин орехами 7 августа пимин ангелы постригли его и свеча 40 дней не гасла 17 августа потрогал хоронили с немногими свечами 30 августа александр невский свечи сами загорелись и разлилась теплота все это после его смерти 31 августа киприан карфагенский тело его несли со свечами 1 сентября симеон столбник хоронить со свечами и кадилами 9 сентября и уаким и анна на введение во храм девочку марию сопровождали с зажженными свечами 13 сентября корнилий похороны его со свечами 12 иктября тарах три свечи указывали где находятся их тела и вели до самой горы 19 октября уар клеопатра зажигала фимиан и свечи 21 октября и ларион великий тело его встречали со свечами 26 октября димитрий солунский юноша крал приносимые свечи и внезапно умер 2 ноября макриан марки а никогда не зажигали свечи но постоянно был свет 11 ноября феодор студит велел возжечь свечу и начал петь отходную